Вообще классно. Как настроение, как дела? Кто смотрел мой новый ролик про телефон, про приложение, рассказывайте как вам. Кто смотрел клип, тоже рассказывайте как. Рассказывайте, вот все, оно наслоилось, и вот только сейчас. Я посмотрела твое новое видео, очень классно, спасибо большое. Я не против новых знакомств, вообще не. Весну безумно хочу, и потепление хочу, и в Киеве у нас уже такие тепленькие денечки, каждый день солнышко светит, и у меня безумно крутое настроение, и прям вообще все по-другому, потому что когда зима, холодно, темно постоянно, то вдохновения и веселья никакого нет. Постоянно хочется спать и сидеть дома, а сейчас вообще очень крутая погода, я вообще очень безумно рада этому. Когда твоя песня будет играть во всех странах? Ну, я думаю, что она играет, наверное, во всех странах, я надеюсь, что ее слушают, слушаете вы в разных уголках мира, и мне безумно приятно, вот. Вот, я прям, не знаю, не ожидала, когда вообще писала эту песню, что всем так понравится, и что будет такой всплеск позитивных комментариев, мне безумно приятно их читать, получать видео, которые вот мне, например, сегодня выслал Рома. Ну, вообще, я в шоке, честно говоря, до сих пор. Уже прошел где-то месяц, как я ее запостила в Инстаграм, и вот до сих пор мне люди пишут, до сих пор просят ее выпустить, до сих пор так много комментариев, и меня это удивляет каждый день просто. Какой любимый цвет? Дай угадать, черный. Да, черный я люблю, потому что, мне кажется, это универсальный цвет, классический цвет, который подходит абсолютно ко всему, и черного, мне кажется, у меня больше всего в гардеробе. Вот, но также я очень люблю голубой, я люблю белый, вот, так что, да. Ну, голубой, белый, черный — это мои топ, топ-3 цвета. Я учусь, учусь, я в колледже, на программистов. Будешь еще писать и выпускать свои хиты? Я пишу, и у меня есть еще два трека, которые вот я написала. На самом деле, сейчас как-то нет времени, чтобы писать, и на самом деле для этого нужно какое-то вдохновение, это как бы не во времени дело. Ну, я надеюсь, что я буду продолжать писать, и что вот эта волна вдохновения, которая меня настигла этим февралем, в этот февраль, не закончится, и я буду творить и радовать вас. Моя подруга Еви из Лэй послушала и сказала, вау, это great music, круто. Спасибо большое, мне безумно приятно, что вы показываете своим знакомым, друзьям, и что так много позитивных комментариев. Безумно приятно, очень. Как девочки из группы? Хорошо. Что пьешь? Чай пью, да, пью зеленый чай, у меня почему-то начала болеть голова, говорят, что завтра похолодания небольшие. В директе? В директе я не отвечаю, я все читаю, но, к сожалению, из-за того, что очень много сообщений, я не могу отвечать всем, но поверьте, я все читаю и все вижу, так что мне безумно приятно, если вы пишете мне комментарии. Вот. Лан, ну-ка, привет, подруга. Ну, я на самом деле, Лан, просто не знаю, я не люблю вести трансляции. Иногда бывает настроение для трансляций. Как у тебя дела, Лан? Я хочу с тобой встретиться, уже очень безумно скучаю за тобой. Ты крутая. Друзья, давайте вопросы. Что делаю? Закончила только что делать презентацию на физику, вот. И сижу, пью чай, слушаю музыку. Закончила только ничего делать. Ваш новый клип очень хороший, супер, спасибо большое. Юле 15 лет. Здравствуйте. Мне 16. У нас каникулы. Блин, здорово, я тоже хочу каникулы. Я уже устала от учёбы. Я тоже хочу встретиться с тобой. Это украшение напрягает, и я сразу тебя вспоминаю. Лануль, ну ты знаешь, что вот мы с тобой никогда друг с друга не будем напрягать. Потому что мы с тобой рок-н-ролл гёрл. Погода в Киеве шикарная, тёпленькая, и приходит весна постепенно. Какой у меня девиз по жизни? Не знаю, у меня на самом деле очень много есть каких-то правил по жизни, цитат, которые меня вдохновляют, а мотивируют. Но на самом деле моё самое главное правило в жизни это на всё смотреть с позитивом, с улыбкой, и не загоняться ни в какие депрессии, ни грустить, ни по какому поводу, как бы плохо и тяжело не было. Потому что это наша жизнь, и мне кажется, её нужно провести максимально с хорошим и позитивным настроением. Мы с тобой пушки, ракеты, торпеды. Та-да! Три года, Игнар, может, что-то любое принца ела. Спасибо, мне очень приятно, что вы поёте эту песню. Фильм? Какой по совету фильма? Посмотрите фильм «Письмо к Джульетте». Я думаю, что девочкам понравится, он такой романтичный и позитивный, такой хороший фильм. «Не жалею, что ушла с девятого класса». Цитаты беру на том, да, вот, кстати, да. Ни в коем случае не жалею, что ушла с девятого класса, ни разу не пожалела. Очень рада, что поступила в колледж, что учусь на программиста, и вообще рада, что так поступила. Поступила, да. Мордику 17 лет. Последнюю книгу, вот, Таймлес. Мне нужно, я всё, никак не могу начать вторую часть. Что-то никак у меня нет времени, но я уже хочу начать её, потому что я очень быстро прочитала первую, и думаю, что вторую также прочитаю. «Как относишься к группе Серебро?» Хорошо отношусь, слушаю их песни иногда, смотрела, вот, последний их кастинг, вот. Мне нравится эта группа, она ещё с моего детства, поэтому для меня такая даже ностальгия в некоторых песнях, моментах. «Ты всегда на позитиве?» Стараюсь быть. И иногда, конечно, бывает, устаю, злюсь, меня что-то начинает бесить. Вот, конечно, у меня тоже бывают такие моменты, я не могу сказать, что я прям всегда на 100% весёлая и позитивная, вот. Но большинство, мне кажется, моментов, случаях я всё-таки весёлая, слава богу. И когда понимаю, что злюсь, грущу или в плохом настроении, то пытаюсь себя как-то его поднять и пойти, как бы, перейти на хороший лад, вот. «Таймлесс», да, очень круто. Ребят, напишите, какие вам треки больше всего запомнились, понравились нашего нового альбома? Ла. Ну, это лично. Мы же скоро увидимся, и я, как бы, лично. Зачем? Зачем? Почему все это должны увидеть? Ангелина. Нет, Ангелина не выходит замуж. «Как знаешь ли ты...» «Как знаешь ли ты что-то прошёл, пацанки?» «Вид пацанки до понянки», да, я смотрела первый сезон. Очень весёлая передача. «Чем планируешь дальше заниматься по жизни?» Не знаю, ребят, не могу пока загадывать. Знаете, у меня так много разных хобби. Программирование, творчество, музыка. Поэтому посмотрим. Хочется, чтобы как бы и программирование, и музыка, и вот моя какая-то творческая натура всё вошло в одну профессию, которая мне нравилась. А, ладно, я поняла твою шутку. Ну-ну. А может, это ты, типа, делаешь разные профили и, типа, сохраняешь мои фотки? Я знаю, что я тебе нравлюсь. Так, «Под утро» — это моя любимая песня. Твоя дуля такая смешная. Обычная дуля, Лан. Кнопка моя такая... Ты очень красивая и милая. Спасибо. Ваш клип на песню «Под утро» просто классно. Сама песня супер. Спасибо большое. Песня круче всех, да. Клип под песню «Под утро» просто супер. Спасибо. Так, я учусь на программистку. Я не знаю, я когда говорю, что я учусь на программистку, мне в какие-то моменты просто даже не верится в это. У Ангелины есть, наверное, парень. Я не знаю. Ты с Сашей в клипе хорошо смотришься. Спасибо. У меня нет парня. Я просто влюблена в песню «Под утро». Спасибо. Знаешь команду «Лилди»? Да. Как ты так хорошо выучил английский? На самом деле я сейчас вот в этом году как-то не так много занимаюсь. Вообще, в принципе, не занимаюсь. Меня это безумно залит, потому что времени нет. А я приехала после Лос-Анджелеса и такая «Всё, я буду заниматься каждый день, английский вперёд». И нет времени. И я так расстроилась по этому поводу. Поэтому я хочу вот… Мне кажется, весной у меня будет больше времени. Надеюсь на это. И я пойду, наконец-то, к репетитору. Потому что скоро лето. Я как бы планирую опять поехать в Америку. И я боюсь, что я приеду и забуду всё то, что, как бы, учила. Я программистка. It's me. How old are you? I'm 16. Как это на нашей всей группе «Время стекло». Люблю эту группу. В школе была отличницей. Да. Как тебе, Ривердейл? Это мой любимый сериал. Я не могу понять, почему не вышла серия новая. Прошлый четверг. Я расстроилась. Такой идеальный пучок как? Не знаю. Иногда нормальный получается, иногда не очень. Вот когда не надо, вот когда дома хожу, пучки идеальны. А когда вот мне надо куда-то ехать, выходить, и я хочу себе сделать нормальный пучок, то он не очень красивый получается. Я тоже программист. Вот это да, класс. Программисты вперёд. Аня на каком-то уровне в игре. Не помню. Сорок третий. Ну, короче, не самый высокий. Я ещё очень сильно жду выхода «Очень странные дела». Вроде в августе выходит, или когда, летом. Какая самая любимая песня Бьёнси? О, это тяжело выбрать. Я вообще люблю все песни Бьёнси, но «Crazy in love» для меня всегда будет просто фаворитом. И вот если бы надо было выбрать одну песню, которая бы звучала всю мою жизнь, то это бы была «Crazy in love». Сколько бы времени я её не слушала, я её просто обожаю. Это гениальная песня. 4 июля выходит? Очень странные дела. Как тебе последняя серия? Ривердейла. Я не помню, что там была последняя серия. Это было две недели назад. Надо напомнить мне. Кто лучше, Арчи или Бакланов? Ну, я привыкла называть Бакланы джакетом. Но они как бы вдвоём крутые, красавчики, но джакет мне больше нравится. Вот так. Друзья, давайте вопросы, вопросы, вопросы. У тебя были когда-то длинные волосы? Ну, прям очень-очень длинные никогда у меня не было длинных волос. У меня, мне кажется, максимум бы такие были. Так что, не знаю, мне кажется, с длинными волосами тяжело. И, во-вторых, мне не очень нравится, когда они такие прям... I don't like it. Слушаешь BTS? Нет. Сейчас Арчи это услышал и записал с этим. Было бы классно, если бы он был подписан на меня, Лан. Хотя бы. Тогда бы ты знаешь. А, хотя... А смысл? Ладно. Потом об этом поговорим. Хотела кое-что сказать, но потом... Не поймут нас с тобой. А почему так сегодня тупит как-то все у меня на телеконе? Твое мнение, когда расстались Арчи и Вероника. На самом деле, я вообще не поняла. Она, Вероника и как бы Арчи, они вот мы с Ланой обсуждали. Они такие, все, у нас любовь до гроба, мы там самая лучшая пара. А когда расходились, такие, ну все, пока-пока. То есть у них вообще в сериале как-то не показано, что они страдали по друг друге. Друг друг. По друг другу. Так что, мне кажется, что они как бы это расставание не очень сильно так тяжело принесли. Ладно. Короче, ладно. Я отписалась, честно. Я отписалась, убрала все лайки и сказала, зачем мне это надо. Ну, как бы... А люди потом поймут, кого они потеряли. Понимаешь? Я Ривердейл смотрю на русском. Поэтому, да. Обидно, что на меня подписываются только фан-аккаунты, ладно. Ривердейл будет 27 февраля. Ого. А че, это же так как-то далеко еще. Моя любимая книга — это «Таймлесс» и это... Боже, как ее... Час идея. Ару, роковая женщина. В смысле, роковая. Любимый фильм. На самом деле их очень много и какой-то один выделить тяжело. Поэтому скажу несколько. Люблю... Ну, вот я не могу сказать, что они прям фавориты, но они как бы оставили какой-то свой след после просмотра. «Зеленая миля», «Побег из Шаушенка», «Битва за Севастополь», потом «Как избавиться от парня за 10 дней», например. Короче, их много. Мощно лайки обрала. Ну, а что? Ну, это знаешь... Ладно, потом об этом поговорим. В музыкальной школе я не училась. Но я бы хотела попробовать на самом деле. Где Лана? Это кто? ЛП, который? Ну, да, это та, которая ЛП. Моя мама зовут Алена, моего папа зовут Сережа. Всполнителей я слушаю абсолютно разных. У меня плейлист очень разнообразный. Так что я слушаю Бьонси, Арена Гранде, я слушаю Массега, я слушаю, если из наших лицов, Лауда, я слушаю Константина. В общем, разные абсолютно. «Левровидение» смотрю, смотрю на Сэдвор. И вот в субботу это будет, получается, финал. И из финалистов мне больше всего нравится Мару. Поэтому свои смс и голоса я буду давать Мару. Мне так нравится, что за моим ником никто не понимает, что я Лана. Но это особенный вопрос. Бананка. 11.04. Любимая одежда из гардероба, джинсы и кроссовки. Лана. Маруф – это не он, Маруф – это она. Нового названия нет группы. Мы – Open Kids. Друзья, никто не распадает. Следите за новостями, все будет хорошо. Так, давайте я с вами еще чуть-чуть посижу и, наверное, буду идти. Считаешь себя красивой и популярной? Ну, я считаю, что каждый человек должен себя любить, свою внешность и считать себя красивой. Поэтому, да, я считаю себя красивой. Я этого не отрицаю. Я не вижу в этом ничего такого. Вот. А популярной я себя не считаю. То есть я как и была Анне Бобровской, так и не и осталась. Во мне что-то внутри не изменилось, что я там считаю себя суперпопулярной звездой. У меня как и были друзья, как я к ним хорошо относилась, у меня как и было одно окружение, так оно и осталось. Будет меняться, все скоро узнаете, поэтому следите за новостями. Друзья, обязательно сниму для вас рум-тур, покажу свою комнату немного позже. Вы очень долго ждете, я знаю это. Но я хочу ее еще доработать, как бы свой интерьер, и чтобы уже показать ее так, как я вот ее представляла. Какие планы после эфира? Не знаю, хочу просто отдохнуть, поваляться в кровати, посмотреть какие-то видео, фильмы, возможно сериалов. Концерта сегодня не было. Ты так прикольно закричала в вашем новом клипе? Да. На самом деле очень много кричала. Когда снимала, и потом когда озвучивала. Какую игру я играю? В какую игру я играю? Можете узнать, посмотреть мои новые видео на ютюбе. Аня, кого любишь больше всего из Ригердейла? Не могу никого выделить, я всех люблю, они все очень лапочки, милашки и крутые, поэтому тяжело кого-то отметить. Они все очень интересные, как персонажи. Съемки длятся. Ну вот последний клип мы снимали под утро, мы снимали 26 часов. Вот, ответила про съемки, ответила. Смотрю все сериалы Школа. Смотрела первый сезон, а потом из-за нехватки времени, к сожалению, перестала смотреть. Но у меня там снимается очень много друзей, знакомых. Давай. Кто такие Ригердейл? Ригердейл это безумно крутой сериал. Советую посмотреть. Тебе идет хип-хоп стиль? Какая твоя любимая песня, Open Kids? Вот сейчас у нас вышел альбом, и я просто тащусь по хищникам. Хищникам где-то уже год, вот с того момента, как нам прислали первую демку. И вот с того момента, как только я первый раз ее услышала, вот она просто мне очень сильно запала в душу. И это, наверное, первая песня, вот, которую я прям слушаю на репите. Потому что, знаете, когда вы записываете песню, когда вы недолго работаете, ходите на вокал, репетируете, то, знаете, она вам надоедает, и как бы странно ее слушать потом еще в наушниках, потому что вообще, в принципе, для меня было как-то всегда странно слушать свой трек там прям на репите, то есть, потому что ты так всегда их поешь на концертах, на съемках повторяешь. Ну, то есть, она у тебя и так 24 на 7, по сути. А вот когда Хищников услышала, то вообще была просто в восторге, потому что трек безумно крутой. Напишите, как вам Хищники, потому что это моя любимая песня. Твоя песня теперь моя любимая. Спасибо, что мне очень, очень приятно. Клипа на Хищники пока нету, но я бы очень хотела снять, честно. Видео новое, ваше офигенное. Спасибо. Шерил и Тони, и лапочки просто. Они милашки. Аня, выпустишь лайк. Выпущу, выпущу. Хищники просто бомба, согласна, ребят. Любишь покушать? Это, конечно, да. Странный вопрос, я люблю кушать. Так, девочка региера, это не то, что ты записала песню. Ну, во-первых, я ее не записала, я ее просто выставила, как бы, поделилась с вами, то есть, я ее не записывала. Вот, но я знаю, что Юли, Гамали, она очень нравится, и что мы иногда даже в номере вместе поем. Саша, привет, как дела? Любимая соседи, Инстаграм. Какое-то твое любимое место в городе? В Киеве? Ну, как бы, центр, там, не знаю, такое растяжимое понятие, конечно, центр Киева. Но там всегда я встречаюсь с друзьями, гуляю, вот, потому что там больше всего кафеши, где можно покушать вкусно. Если говорить именно про места там, где, ну, кафе, рестораны, холли-бургер люблю, милк-бар люблю, люблю кетон. Ну, нет, парни. Окей, ребята, наверное, я буду закругляться. Спасибо вам. Трансляция получилась очень интересная, на самом деле. Спасибо вам за вопросы, я была рада с вами пообщаться. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Не забудьте посмотреть мой новый ролик на Ютубе. посмотреть наш клип «Под утро», послушать наш альбом. Так что у вас много заданий от меня, поэтому очень сильно вас люблю. И проведите этот вечер хорошо. Муа! Спасибо.